мы уже ближе ближе к пункту назначения жара конечно стоит но мы продолжаем это очень такая известная знаменитая точка которую мы не можем пропустить в нашей экскурсии вот такой вот длинный маршрут мы уже проделали по галичной дороге здесь также из освещения предусмотрены средневековые лампы как вы видите выше но сейчас они зажигаются нет факела это обычные электрические лампы внутри которые автоматически зажигаются каждый вечер сама историческая башня сейчас мы подойдем и и с какого-нибудь ракурс снимем у класс смотрите этом дворце заседали магистры и решали какие-то свои свои вопросы по поводу дальнейших действий здесь еще есть такая площадь скорее всего здесь как раз таки собирались рыцари средневековья на этой площади ходили вот по этой вот гальки у поставленной на ребро уложены здесь есть часовни здесь есть и христианская церковь и католическая церковь на территории и мечеть все соединено вообще город родос очень много раз завоевывали это такой интересный лакомый кусочек был как для турков для итальянцев немцы много кто хотел завладеть этим островом потому что у него морская торговля хорошо развита сам остров очень красивый и климат и растения фрукты овощи сама прибрежная полоса родосом с давних стародавних времен хотели владеть многие страны и вот мы находимся на этой площади пойдемте зайдем вовнутрь пойдем докуда можно мы зайдем все равно пойдемте с нами ход стоит 6 евро мы туда не пойдем в этот раз только вот я сниму древние вот эти двери из дерева деревянные такие красивые могут толстенные деревянные здорово какими-то вот эти вот как-то тут вот это вот металлические гвозди я так понимаю и на другой стороне тоже двери сейчас покажу вот такие огромные и внутри там сам дворец магистров находится двери я так думаю что они метров метров шесть-семь высоту закрывался плотно плотно я так понимаю что не пробиться через эти двери они уже за столько лет как каменные окаменевшие и внутри и внутри сам дворец посмотрите что я еще нашла и бискус но он такого фиолетового цвета я не встречала на территории родоса сейчас вам поближе покажу прямо цветок посмотрите он если конечно передаст освещение он такого нежно фиолетового цвета как сейчас модно в одежде огромный и вкус ты вот с такими вот фиолетовыми цветами обычно гибискус бывает красного цвета более такого насыщенного ближе даже бордовому кремового цвета и вот здесь очень интересный сорт есть еще и оранжевого но вот здесь очень так это белое смотрится но на самом деле фиолетовый сам цветок обычно гибискус растет кустом но здесь вот такой вот уже ствол там внутри сформирован что он выглядит как дерево либо в живых изгородях гибискус здесь он прекрасно себя чувствует отдельным деревом таким отдельно стоящим деревом с вами была георгиевская татьяна я надеюсь что вам понравилась такая мини экскурсия по старому городу в городе родос желаю вам приятного времяпрепровождения и красоты на ваших участках если у вас появились какие то вопросы пожалуйста оставляйте их под видео до новых встреч на канале тати гео пока пока а 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 и а а а и а и а